от предстоящей встречи лидеров азербайджана и армении в брюсселе я бы не ожидал прорывных договоренностей об этом сказал в беседе с журналистом калибе раз российский эксперт старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения института общественных наук ранхи с при президенте российской федерации сергей маргулис комментируя предстоящую встречу президента азербайджана эльхама алиева и премьер министра армении никола пашиняна 15 декабря в рамках саммита восточного партнерства в брюсселе обе стороны конфликта приняли предложение ес хотя традиционно именно россия выступает посредником по армяно-азербайджанскому урегулированию и вряд ли без ее участия стоит ждать каких-то новых шагов в вопросе урегулирования армяно-азербайджанских отношений в том числе и по демаркации границ вопрос делимитации и демаркации границ может быть решен в перспективе но не на ближайшей встрече лидеров двух стран сказал маргулис далее эксперт высказал мнение по поводу недовольства еревана невмешательством кремля и о дкб москва давно продемонстрировала свою позицию относительно армяно-азербайджанского конфликта и стабильно занимает позицию медиатора понятно что россия и армения являются союзниками по о дкб но ожидать что москва в случае возникновения даже такого локального конфликта который мы видели совсем недавно на границе полностью выступит на стороне армении и применит для этого инструментарий о дкб было крайне наивно москва стабильно продолжит линию посредничества причем имея теплые отношения как с арменией так и с азербайджаном будет дистанцироваться от участия в конфликте на чьей-либо стороне при этом армении неоднократно пыталась оказать давление на москву заявляя о поиске иных партнеров посредничестве которые якобы готовы оказать помощь выступая на стороне еревана чаще всего речь идет о франции и периодически а сша где сохраняется достаточно сильное армянское лобби однако 44-дневная война продемонстрировала что западные страны вряд ли готовы оказать армении полноценную помощь в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта и к тому же достаточно далеки от ситуации на южном кавказе которые не входят в зону их стратегических интересов заявление армении относительно поиска новых партнеров на стороне не будут серьезно восприниматься москвой и в обозримом будущем я не думаю что на очередной встрече лидеров азербайджана и армении при участии россии которая также планировалось ранее будет полностью решен вопрос о границе допускаю что будут новые шаги в вопросе проработки границ в то же время как я уже сказал пока не приходится говорить о полном разрешении армяно-азербайджанского кризиса допускаю что после ухода российских миротворцев карабахская проблема может вновь актуализироваться в армении далеко не все силы устраивает нынешнее положение дел хотя на данный момент позиции пашиняна во власти достаточно стабильная протестная база в армении может усилиться из-за строительства транспортного коридора соединяющего азербайджан с нахчиваном через территорию сюника в этом вопросе армения явно не готова к диалогу что может спровоцировать обострение армяно-азербайджанских отношений но думаю не приведет к новому полноценному военному конфликту продолжил маргулис по оценкам российского эксперта случае отказа армении от разблокировки транспортных коридоров в регионе достаточно слабое экономическое положение страны еще больше усугубится экономическое положение армении так достаточно плохое на лицо спад всех отраслей экономики особенно после поражения в 44 дневной войне 2020 года общее экономическое положение несмотря на членство в яс что дало определенные выгоды пока далеко от позитивного поэтому разблокировка транспортных коммуникаций могла бы дать армении перспективы экономического развития однако в ближайшей перспективе реальных возможностей для этого я не вижу продолжил маргулис что касается внутри политической ситуации в армении то по мнению российского эксперта после поражения в военном конфликте в карабахе в ереване резко возросли протестные настроения против власти но реальных предпосылок для силового переворота в армении не просматривается имеется достаточно большая группа граждан оппозиционно настроенных против пашиняна не разделяющих его позицию в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и наиболее серьезная протестная база накопилась всю нике куда армянский премьер даже не смог прибыть после поражения в карабахской войне минувшего года резюмировал маргулис а